Ну, кто-то перепутал тут все. Вот он, третий, четвертый. Второй, вот он, видно. Второй. Так, четвертый. Сейчас посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятый. Видишь, как оно все? Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый, желтый, одиннадцатый, двенадцатый. Тут уже в твердом переплете. Твенадцать, четыре, пятая, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Двадцать один, а какой же у меня двадцать второй, это я не посмотрю, не могу понять. Это двадцатый. А какой 22-й? Ну-ка, стоит 22-й. Я что-то не могу вам припомнить, как он выглядит. 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й. Ну и Новые Заветы. Это оригинальнейшие у нас Новые Заветы. Видишь, со светными иллюстрациями Густаво Доре. Сколько больше года. И два года подготовка шла. Видишь как. И в третьем томе, вот, это третий том. Вот это первый, второй, третий. И в третьем, вот они, видишь, как все с закладками. С закладками. Это вообще. И в каждом томе своя закладка. Первая, значит, желтая. Вот покажу. Желтая, это как белая. Как вот у плага. Первая полоса идет. Второй у нас идет. Это синяя закладка. Тут человек, только следователь может разобраться. И третья, красная. Вот она, красная. Третья нижняя полоса. Красная. Почему? А это заканчивается историей человечества. Кровь. И кроме того, что 230 иллюстраций Густаво Доре, тут еще десять из нашей классики. Очень интересно. Это Бояриня Морозова. Вот Помпея. Гибель Помпея. Брюлова. Вот. Пострик. Иван Грозный убивает сына своего Ивана. Вот. Сельский крестный ход на Пасхе Перова. Вот. Десять, получается. Явление Христа народу Иванова. И вот этот здесь. Ипполит. Семирадский Христос. В доме Марфы и Марии. Семирадский Генрих Ипполитович. И вот таких картин здесь. Вот еще одна. Это Никола Чудотворец. Спасает невинно осужденного. Схватился за меч. А палач готов был отсечь. И Гюставо Доре. Вот какие здесь иллюстрации. 230. Это нами раскрашено. Впервые. Нигде в интернете я не нашел. Вот. Зарядишь когда цветные иллюстрации Гюставо Доре. И Гугл сразу выводит на нас. Значит нигде больше этого нет. Чем оригинально это? Тем что. Нужные места я выделил. Видите как. Крупными буквами идет. Вот. Если мы посмотрим вот первый том. Он особенно много. Это 297. Даю я комментариев. За эти комментарии меня священники люто ненавидят. А ничего тут особенного нет. Вот. Комментарии. Я даю комментарии даже не на Евангелие. А на толкование. Видите как. Вот. Если где-то дается комментарии. То он другим шрифтом даже дается. И обязательно указывается. А ты говорит добавил. Нет ничего я не добавил. Вот она идет. Вот комментарии идет. И он прямо показывает что он в комментарии идет. Вот написано. Вот она. И Игнатий Латкин. И Л. Две буквы. И далее другой шрифт. И далее тонкой чертой подчеркивается. Вот где заканчивается. Проповедуйте. Будут ли слушать или нет. Эти слова я буквально вдавливаю. Большим шрифтом. Жирно. Там. Ну. Очень заметно. И таких вот. Как называют их комментарии у меня. На 3 тома 297. Комментарий нет. На 3 том. Ну там. Почти нету. Каждый том. 752 страницы. Видите как. Каким золотом сделано. Вот здесь большую роль в издании сыграл. Тогда был он еще иеромонах Нафанаил Судников. Вот. Он набирал правильно. Вот это как подобрал. Какая корочка. Я не знал как. Я советовался с директорами издательств. Ну те тоже так не знают как. Ну я выбрал наконец вот такой вот. Они все одинаковые. Вот это вот клише. Чтобы напечатать. Это все дорого. Только то чтобы сделать. Она какая-то бронзовая или какая. Я не знаю. 10 или 15 тысяч. Стой. Только то чтобы ее сделать. Это вот единственные книги. А всего издана у меня было 38 книг. И 5 из них переиздано. Вот это вот тоже издание второе. Три тома. Ну 38 и 5 книг переиздал. Они большим тиражом во-первых вышли. И я деньги собирал только на один. На одно издание. Потому что сразу посчитали. Трехтомник заворачивает стоимость за миллион. Учитывая то что у меня минимальная пенсия. Я ничего никогда бы не издал. Если бы не Господь Бог. Нашлись хорошие добрые люди. Вплоть до президентов компании. Все помогали. И вот эти книги. Вот три тома. Они посланы были в подарок патриарху Кириллу. Президенту Медведеву Дмитрию Анатольевичу. И премьер министру. Теперь видимо он уже и президентом будет опять. Путину Владимиру Владимировичу. Сам я телевизор не смотрю. Но кто-то смотрел и пришли мне и говорят. Мы там показывали библиотеку президента. Это Медведева. И ваши книги там стоят. Ну насколько это достоверно я подтверждать не буду. Но я посылал что. Вот трехтомник. Всем. Всем. Это и священникам. 125 священников. И вот это тоже переизданное. Для слова Божия нет уз. Это срез как бы нашей истории. Все из одних документов. Моя биография. А дальше как потеряевку строили. Что видите как все. Все книги с круглением корешка. В Алтайском крае не издают. Это за пределами Алтайского края издавали. Видите она ламинированная обложка. Ну то есть эту книгу не стыдно поставить и дальше. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий. Фотографии все почти наши. Мы ниоткуда не берем. У нас ворована у них. Тут вот в лагере. Это у меня презентация книг идет. Тут профессор Семкин сидит. Вот видно. У нас столько фотографий. Сейчас у меня в mail.ru только. Ну обычно как. Ну человек на даче где-то с ребенком. У нас все разные. 3800 фотографий. Только в mail.ru у меня. И 470 роликов. 470 не то что мы бы нащипали откуда-то. А именно наши. Наши. Снимаем мы занятия. Богослужения. Пасху. Разные события. В деревне концерт. Это наши ролики. Вот снимаем. Конечно. Качество желает лучшего. Но все понятно. О чем речь идет. Каждая книга. Я сейчас вот так вспоминаю. Как она мне далась тяжело. Вот до восьмого тома. Это про монашество. Это еще помогал верстал Судников. Теперь он Судников Николай Николаевич. Тут про монашество. А он монах. И он тут резко отозвался. О том что я говорю. И покинул меня. И дальше все вот это что дальше идет. С восьмого. Тридцать томов. Версткой занимался я уже сам. Версткой занимался. Набор полностью стихи. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений. По девять куплетов. Четырех строчных. Все это сам набирал. Так ориентировочно прикинул. У меня получилось за восемь лет. Я за компьютером просидел. Более тридцати тысяч часов. И так как зрение сохранил. И я вижу где лошадь и где корова. Господь сделал так. Я почувствовал что необходимо есть морковь. И у меня два раза в день на самой мелкой терке две морковки каждый раз. Ну конечно зрение сильно посадил. Но надо учитывать какое сокровище. Это все разные книги. Каждый вот в мягком переплете. Это вот льняная обложка. Это тоже не просто так. Тут около я не знаю сколько. Около трехсот разных поэтов стихотворения. Мои стихи. Тут много-много. И ответ здесь я даю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа. Я вот сегодня один вопрос поместил. Так там бурю буквально вызывает. Это у вас такое вроде как прячете и храните такое сокровище. Мои отношения с какими-то людьми. Встречи. Беседы. И все на основании Слова Божия. Ну просто это надо посмотреть и почитать. Человек вот не читал он не знает. Допустим вот о мусульманах. Что бы ни говорили люди. Они никогда не скажут то что сказано здесь. Восемнадцатый тонн. У них над всеми цветами превалирует зеленый свет. Она зеленого цвета издана. Вот пожалуйста. Также семьсот пятьдесят две страницы. Вот открываешь только. Первое. Вот открыли. Том восемнадцатый. По благословению Протеерея Акима Лапкина. Благощинного церкви Алтайского края РПЦЗ. А дальше. Вера. Библия. Коран. Весь Коран по сурам и аятам разбирается в сравнении с Библией. Здесь не нападок не делается ничего. Все что 1300 лет было сказано о мусульманах. Какие дела. Какие люди высказывались. Все здесь сказано. Все. Их поэты. Теперь. Об евреях. Тоже мало положительных отзывов. Еврейской теме я посвятил четыре тома. Это вот двадцать третий том. Том двадцать четвертый и двадцать пятый. Евреи это золото. И у меня оно золотым. Видите каким. Ну специально уж я так делал. Как раз то баловался. Мне хотелось чтобы все об этом говорило. Вот. Никто не знает. Талмуд. Талмуд. Это двенадцать томов. Вот он здесь разобранный. Талмуд. В сравнении с Библией. Там Шульхана Рух. Протоколы сионских мудрецов. Все разобрано. Ну оно везде. Название такое. Во свете Библии. Вот уже. Книга двадцать третья. Вот открытым оком называется. И где вопросы ответы во свете Библии. Если книги так поставить. Вот корешками. Одна к одной. Чтобы вот так вот. Это занимает. Один метр сорок сантиметров. Десятки библиотек получили в дар. Даром. Вот я за два года подарил. Книги уже на один миллион сто тысяч. Библиотеков. Конечно они большим спросом не пользуются. Но люди все таки считают. Почему это слишком серьезный материал. Представьте. Коран. И все что об евреях было сказано за три тысячи шестьсот лет. Да где ты такой материал найдешь. Я в одной библиотеке. Только что книги положил. А директора не было. Там заместитель принимал. Она зашла. У вас что-нибудь про старообрядцев есть? Я сразу руку протянул. Пожалуйста. Вот одиннадцатый том. Это про старообрядчество. Она сразу его подмышку. У меня доклад говорит по старообрядцам. Понимаешь как. Тут приходит человек и говорит. А я миссионер. Миссионер. Второй том. Вот он противосектантский. И у меня пятьдесят лет стажу. Стажу. В миссионерской работе. Я знаю о чем говорю конкретно. Видите зеленая. Тут Ева идет. Каждая книга другого цвета. Вот до седьмого тома. Видите как оно сделано. По чистому фону корешка. Вот. По чистому фону корешка. Пишется буквы. Золотом. А уже с восьмого. Уже на затемненном. Пишется белым. Вот оно их как видно. И дальше только так будет идти. Все разного цвета. Одинакового цвета у меня их нету. Все разные. А вот уже с тринадцатого в твердом переплете. И типографию в которой печатали. Курление корешка делать не могут. У них нету. Тогда мне от директора передали. Он говорит уезжает в Москву. Эдуард Васильевич. Вот. И он говорит если будет он еще и сдавать. Это тринадцатый том был. Мы купим машину. Она где-то сто пятьдесят тысяч стоит. Я говорю я буду еще и сдавать. Вначале я думал что издам один том только. Один. Открытым оком называется. Открытым оком. И мне вопросы задавали когда я вел радиопрограммы. Телевизионные. Преподавал я в пяти университетах. Несколько десятков школ. Все отделы милиции. Пять отделов. И еще и городской и краевой УВД. В тюрьмах и везде записки мне шли. Вопросы. И эти вопросы я сохранял. Я вообще такой плюшкин. Я люблю все сохранять. Поэтому у меня просто есть о чем сказать. Я когда стал отвечать. Вот сюда загнал шестьсот вопросов. Но потом я увидел вопросы. Люди считают и говорят надо шире. Шире делать. Раскрывать. Ну шире значит шире. Я стал отвечать. Шире конечно. На занятиях я отвечаю кратко. А дома теперь я уже вооружен. Это на основании Библии. На основании вселенских соборов. Поместных соборов. Святых отцов. Жития святых. В ответах я употребляю. И кроме жития святых еще и патристика. Какие святые отцы что сказали. И человек который берет. Вот вчера там у меня несколько раз было. Мы только коснулись. Это что вы все один написали. Это невозможно даже помыслить. Какие же там знания. У меня нет ничего. Я не имею никакого образования. Я так называемый технарь. Заканчивал строительный техникум. Теперь колледж. Но Бог так вот сделал. Дал я молюсь и у Бога получаю. Вот за стихотворение. Тут я не знаю сколько. Вот вчера ко мне зашли на Mail.ru. И там одна такая Валника. И она самая замечательная. Красивая. Там умная такая. В ней графа есть. И она выбирает людей. По годам. Год какой. И вот за 1939 я занял первое место опять. Она зашла и мне сказал. Но я пригласил ее в потерявку. Это уже кажется третий раз они меня берут победителем. Почему? По фотографиям. И пишет. Миссионер. Пятидесятилетний там стаж. И издал там 38 книг. Но надо не забывать что я перестал издавать. Но для интернета. Еще с разгону. В горячах. Я еще три тома поставил. Точно сверстанное. Все сделано как надо. Оглавление. Все. Но уже я остановился. Я когда остановился. Получилось так. Стол. От края до края. И в два ряда. Точно. Под завязку. Прямо край стола. И точно там такая какая стола. Ни одной книги некуда получить. Это просто Бог так сделал. Я про это не знал. Что так получится. Я сфотографировался с книгами. На фоне книг я могу сейчас даже посмотреть. Где-то кажется у меня тут есть. Вот в этом месте. Сейчас я посмотрю. Я положил туда книги. Поставил книги вот здесь. Под часами. Взял в руки часы. Поставил без пяти минут. Но этим самым я как бы подчеркнул. Что время мое кончилось. Что я успел сделать, то успел. Тут уже. Тут уже ничего не сделаешь. Сейчас я может быть даже найду эту фотографию. Вот она. Такая известная фотография. Вот она картина. Я сейчас даже посмотри. К картине поставь. Вот она картина. И под этой картиной я сижу. Вот там часы. Я их снял. Взял в руки. Без пяти минут двенадцать поставил. Ну. А вот это сбоку. Это вот на столе. Вот они лежат книги. Вот откуда оно как. Вот вверху. Изображение. Иисус Христос. На Голгофе. Пал под крестом. Вот она эта картина. Это книги. Вот они лежат. Они общим весом. Книга. Тридцать один килограмм. И высота. Метр сорок. Я знаю почему. Потому что мне необходимо знать. Сколько места это будет занимать. Мы еще на благовестие готовимся. И в каждом селе. Благовестие наше. Думаю что увеличится теперь. В шесть раз. Мы выезжали на один день. И в каждом селе. Библиотеки. Ну сельские. Районные. Я дарю. И вот этот комплект. Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей стоит. Ну. Одиннадцать тысяч это не на дороге валяются. Они поверить не могут. А библиотеки все бедные. Ничего у них нет. И вдруг такой материал. И прям другой раз. Я еще только книги сдаю. Ну они дают мне бумагу. Потому что мы получили в дар. Даром. Но обещается их сохранить. Люди прям сразу тут же их разбирают. Им настолько это интересно. Вот у меня есть один том. Такой опасный. Я называю его. Это двадцать шестой том. И я его на особый учет ставлю. И говорю. На руки не давать. Его сразу уводят. Здесь стихи двести с лишним поэтов. За триста лет. Вот допустим мне вопрос задают. А я вопрос отвечаю не сам. То есть сам я тоже маленько там отвечаю. Немножко. Что об этом Библия говорит на этот вопрос. И что говорили поэты России. Начиная от Сумарокова. Державина. Ломоносова. И до самых последних. Которые как Евгений Евтушенко еще живут. Без Евгения Евтушенко. Поэта. Мне бы это не составить. Столько. Ну она почти вся из одних стихотворений. Вот вопрос. Который мне задают. И дальше. Ну я должен был узнать. Это двести поэтов. Это двадцать тысяч файлов. И кто что из них говорил. Дальше. Поэт. Местописание. Опять новый поэт. Опять местописание. Опять поэт. И шесть. На каждый вопрос шесть поэтов. Это настолько интересно. И как только кто-то имеющий дело к литературе. Получает эту книгу. Они сразу уводят. Уводят. И книги нет. И библиотеки мне спрашивают. Нельзя ли еще достать. Ну и общий то тираж. Вообще то основной это по тысяче. Да какое то. Иногда спрашивают. А где же деньги то брать. Все знают. Деньги огромные. Ну я тогда открываю. Примерно сказать. Четырнадцатый тон. Вот. Я говорю. Считать ты умеешь? Вот считай. Написано. Автор. Приносит. Благодарность. Заспонскую помощь. В издании книги. Соколу Борису Александровичу. Президенту объединенной химической компании. Щелокова Азот. Видите. Как этого человека я не встречал. С ним знаком один священник. Он ему показал книги. Сказал. Он сделал перевод. Эти деньги я в руках не держал. Ну некоторые держал. Но только на один день. И помогали очень важные люди. Как управляющие. Алтайским Сбербанком. Как я его называю. Главный банкир Алтайского края. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Которые они прямо доставали. И люди помогали. Или вот. Сделать негативы. Это тоже большие деньги стоят. Здесь генеральный директор Пургин. Юрий Петрович. Он помогал мне. Я подсчитал когда все это. Он помог мне на 250 тысяч. Понятно что такими деньгами. Ну просто так люди не разбрасываются. Он полностью расположен был. И помогал. Таких людей много. Вот 15 том. Это 74 свидетельства. Как наши люди в нашей общине. Нашли Бога. Как они пришли. Нашли общину. Как они стали членами нашей общины. Вот. Ну по тематике. Любое. Что ты не спросил. Я тебе сразу скажу. О чем это говорит. Допустим. 20 том. Вот. Это 16 том. Это песнопение. Много песнопения. Вот 20 том. Это мои интервью. Не интервью. А беседы с отцом Александром Менем. Очень известный батюшка. Трагически погиб. Неизвестно кто его зарубил. Вот наши беседы. Они были на магнитофон записаны. Я везде с магнитофоном по стране ездил. И это все записал. Вот я говорю. Три тома. Подряд. Это про евреев. Евреев. Тут был один момент. На меня евреи хотели напасть. Но когда они все прочитали. Они отшатнулись от меня. Иные говорили. Ты пишешь так. У нас еврейка одна была. Да вы любого жида за поезд заткнете. За любого жида. Жида. За поезд заткнете. Почему? Здесь ответ на основании Библии. Другие говорят. Ааа. Жидовский прихвостень. Ты за евреев. Это неправильное мнение. Я за Христа. Но если этот народ благословенный. Его проклинать нельзя и опасно. И ни один не останется без наказания. Как же я не могу? Я должен сказать. Но когда евреи не принимают Христа. Он их наказывает. Господь разрушает их. Рассылает по всему миру. Они не могут собраться. Это все описано здесь. По святым отцам. Кому он нравится или не нравится. Я никогда об этом не думал. Просто я обязан сказать людям правду. Это вот тридцатый последний том. Видите. Бумага везде милованная. Книги все сшитые. У меня ни одной книги склеенной нету. Нету. Ну эту книгу не стыдно просто. Посмотрите как они резко отличаются друг от друга. В любой библиотеке домашней. Как профессор Семкин сказал. Мою библиотеку домашнюю украшают книги Лапкина. Они не видом только украшают. А я могу абсолютно точно сказать, что аналога и издания подобных книг нигде нету. Ну просто нету. Их не было. Сейчас начинает подражать уже. Ну к примеру вот я беру седьмой том. Вот просто показать хочу. Ты сюда наверное заедли. Ну ладно там стой. Вот смотри я сейчас покажу. Вот я пишу стихотворение. И вот каждая строчка указывает место писания откуда взята эта мысль. И мне сейчас говорят как красиво и как это здорово и как это надо знать писание. Вот откуда это взято. А сейчас гляжу уже один другой третий начинает писать. Сегодня один мне материал подкинул и говорит я нашел материал такой интересный. Что там 719 правил православной церкви которые регламентируют ее жизнь. А 413 нарушается это 57 процентов. Вот это материал. Я говорю так это мой материал как ваш. Да я же его в интернете взял. Я говорю так его разнесли там. Я по частям покажу. Я три года посвятил канонам. Понимаешь. У меня не было другой жизни как страсти как книги. Считать и набирать сознание. Учиться учиться учиться. И дураком помрешь. Ну Бог позволил мне причислить себя по милости Божией к сынам искупленным. И поэтому то что вот Бог дает сегодня. Ну конечно многие говорят. Это как так. Это меня вот через несколько. Через месяц. Полтора. Будет мне 73 года. А я ни возраста не чувствую ничего. У меня ни болезни никаких нету. Ни в разуме. Ни в памяти. Вот. Беседу с баптистами. Вот тему избрали. Они приводят на память. Ну там открывает 4 места во втором пришествии. Я не открывая Библию 72 места открыл. Процитировал целыми пакетами. Ясно что. Взяли другую тему. По той теме я где-то 50 с лишним мест по порядку. Выстроены по диагонали или в обратном порядке. То есть в любом. Я прожил всю жизнь в этом. Это Бог дает. Это не мое. Конечно это и наследство. Но у меня отец был очень памятливый пастух. И все это Бог позволил мне уместить сюда. Вот я встречаюсь с поэтами в литературном институте в Москве. Там Лев Ашанин такой был руководитель. И спрашивают. А где вы такие темы берете? Это тысячи тем. Притом они все с двойным тройным подтекстом. Экстраполяция событий из одной эпохи в другую. Самое главное применение к сегодняшнему дням. И конкретно ко мне. Вот у меня тройной иногда бывает переклад даже. Такой. Я говорю. Я четкий беру в угол становлюсь. Молюсь и мне Бог дает. Бог дает. Иногда долго не дает. Я еще когда кончил писать стихи. Года два назад. То рука еще порывалась иногда. Там есть такие наброски несколько. Я кое-как себя заглушил. Я ушел. Ушел. И теперь я абсолютно ничего этого не делал. Это на старом жиру. Я оставил только форум и молитва. Больше ничего. Но уж форум и молитва. Все что у меня было. Время освобожденное. Я бросил теперь только туда. Многократно. 10-18 раз в день. На молитву и форум. На форуме я каждый день сегодня провожу 14-16 часов. Включая и выходные их все. Почему? Там у меня друзей. 3300. Так называемых друзей виртуальных. Я вижу. Люди обращаются. Каются. Исповедуются. Ну. Находят путь жизни. Некоторые даже из сектантов. Я перешла к сектантам. А теперь говорит. Вас послушал. Куда я попал это. И вот. Я их. Многое не отвечаю. Отправляю все на книги на свои. А что отвечать-то когда все это отвечено. Вот. Конечно. Некоторые говорят. А как это. Вот. Не надмевает. Не гордишься. А мне думать об этом некогда. У меня каждый день звонки. Звонки. Там помолиться. Помолиться. Из Австралии. Из Испании. Из Англии. Отовсюду. И местные. Все помолиться. И с каждым я сразу становлюсь на молитву. Молитва. Три святое. И сто поклонов. Только закончили молиться. Опять звонок. В чем дело. У меня такая заготовка. Я отсылаю. Мы молимся тогда. Когда вы даете согласие. Молиться вместе. Готовы. Кто-то я на работе. Не могу другого. Я не знаю как. Я там подушил маленько. Хорошо. Я останавливаюсь. Голову покрой платком. Ну. А я там баптистка. Да мне какая разница. Ты Богу молишься. Я ж тебя не зову к себе. У нас не принято звать. Идите ко мне. Переходите. У нас это запрещено. Мы не вербуемы. К нам попасть. Как писали в газете. Тут. Председатель журналистов Алтайского края. Кажется такое его название. Тепляков Сергей говорит. В отряд космонавтов. Да к Клапкину попасть нисколько не легче. Мы никого не тянем. Много. Мало. У нас это не положено. Богу чтоб человек служил верный. А он уйдет баптистом. Так ну баптистом. Баптистом. Пятьдесятик. Это его дело. Но я ему рассказал заранее. Что они не церковь. Они лучше нас. Они не пьют, не курят. Но они не церковь. Церковь только там где есть рукоположенные пастыри, епископы. Церковь мы называем кого? Католиков. Старо новых католиков. Православие. Все юрисдикции православные. Там старобрядцы имеющие священство. Григория на армяне. Копты и сирийцы. Все. Вот пять. А остальное за пределами церкви. Это протестанты. Как угодно называйте. Они никак не могут понять, что спасение, восхищение. Все это в церкви. У них нет таинств. У них только воспоминания. У православных это реальность. Вот у меня даже священники. Вот сейчас встречи в епархии. Думаю, через две недели епископ местный Барнаульский Алтайский Максим Дмитриев поедет к нам в Потеряевку. И опять мы там будут. И ролики уже стоят об этих встречах где-то. И они не могут понять как так. Вы так критикуете священников. Подрываете их авторитет. И одновременно говорить и без них нельзя. И в то же время как-то у них не вмещается. Они понять не могут. Я говорю, а как пророки делали? Они громили Израиля. Ничего от них не оставляли. Но они были иудеи. Они были с колена Ливейна. Они были природные израильтяне. И они к филистимлянам не шли. Да, я знаю, православие ушло далеко-далеко. Но это церковь. Церковь со всеми ее недостатками как Израиль. Церковь Христова это Новый Израиль. Людям как-то это непонятно. А у меня это все реально так без натяга. Я просто верю. Я веровал, потому говорил. Так могу сказать. И на все ответы из Священного Писания. Это мое сокровище. Многое можно увидеть. Что я делал. Начитал Златоуса жить. Это все можно переделать. Но ответить, вот как здесь отвечено, никто и никогда не ответит. Почему? Абсолютно точно. Чтобы вот это вот ответить и так жить, вот как наша община. Я должен был родиться в старообрядческой беспоповской семье. И иметь страх Божий с детства. Бог меня избавил. Я ни одного матерка не сказал за всю жизнь. Ни одного. Я не знал женщин. Меня Бог в страхе держал. И потом я вдруг обрел церковь православную. Уже со священством-то. А обратился, покаялся. Ровно пятьдесят лет будет нынче в этом двенадцатом году. Двадцать сентября. У пятидесятников. В аптисце пятидесятники объединены были. Да как это так? Так. Но я ни одного дня пятидесятником не был. Ни одного дня. Я у них получил Библию. И там я принес полное покаяние перед Богом. Будучи матросом на корабле. Учился когда на штурмана там. Это Бог так сделал. И я к себе ничего не приписываю. И когда презентация книг была. Только восемь книг вышло у меня. Но я сказал, это не мое. Бог дал. А потом выступал профессор Борис Васильевич Сёкин. Это проректор по учебной части. Как считает его самый умный в техническом университете. А это большой университет. Двадцать одна тысяча студентов. И он сказал. Клапкин говорил и сказал, что это как бы не он. И рукой помахал. Вроде это от Бога. Это, говорит, не так. Это вот, когда они пишут, писатели, то они лукавят. Когда я с ними встречаюсь, они не такие, о чем они пишут. А у Латкина я прочитал первые четыре тома. Я, говорит, прочитал. Любому советую. Он такой, как есть. Вот как он пишет, такое все. Это все его слова тут записаны в книгах. Да так. Я никогда, нигде не полукавил. Ни перед кем не склонялся угодить кому-то. У меня не патриарху. Я патриарха. Разбираю вопросы Алексея. Теперешнего Кирилла. Это у меня все в четвертом томе. Там Козлова, Юрасова. Таких известных. Известных. Батюшек Архимандритов. Старобрядческого Андриана Митрополита. Я беру 60 вопросов. Их ответов. А потом показываю, в чем они ошибаются. Почему отвечают неправильно. И вывод. Они не знают. Они просто не знают. У меня на сайте, на главной странице, там 55 папок. Пал Файту. Папка там. Семья отдельно. Евреи. Какие. Мусульманство. Старобрядчество. И все вопросы из этих книг выбраны. Книги-то издавались, как поступали вопросы. А они разные. И мне говорили, что надо издать так, чтобы найти можно. Как-то классифицировать. Отдельно там о будущем говорится. О войне. О работе. О культуре. О литературе. Я говорю, я умру, тогда кто-то сделает. Но получилось так, что мне пришлось заново 30 того все пройти. И это три года назад было. И разбить 55 папок. Как я это осилил, я понятия не имею. А потом, уже когда издавать в интернете стали, мне нужно было издать так, чтобы тему ты какую-то взял, допустим, ну отдельно, там, православие. То открылось, чтобы были одни вопросы. Указано, какой номер вопроса и из какого тома. А в вопрос отткнул щелчок, и чтобы тебя сразу на ответ разнесло. Ну никто не знал. Тут нашелся один студент пятого курса мединститута, медуниверситета, Клейменов, Евгений Валентинович, кажется. И он приходил два раза, третий раз только открыл эту программу, сумел сделать. И меня зарядили на это дело. Я помню, я тогда писал здесь, это все разносил. Два дня у меня было, я сидел по 18 часов, и два дня почти по 23 часа. Так что вот я, магнитофон-то работает, оцифровка идет, оцифровать надо было с пленок. Я вот так дошел, механически повернулся, и я уснул, уснул. Мгновение, я уснул. Потом повернулся, где же я нахожусь? Поставил маленько, ага, магнитофон один шумит, я плохо слышу. А, вот что делал, переписка. До того конца комнаты дошел, повернулся и опять уснул. Уснул натурально, но не упал. Ну мы православные, мы стоя спим в храме-то, у меня уже навык есть этот. Вот, и опять раздернулся. Это у меня на исходе было, срочно нужно все выставить в интернет. Никто за это не брался. Конечно, Бог давал помощника, потом мы один день посвящаем нашему сайту, первое воскресенье в феврале. Ну теперь все позади. Когда на меня нападали патриарши здесь, а профессор тогда зашел, взял, вот, я понимаю, 13 тонн был. Вот она книга, я беру ее, читаю. Почему они ничего не издают? Вот столько книг издавать никто и никогда не издавал, тем более это все за 8 лет. Никто и никогда. Я скажу, вот к Новому Завету, это 900 лет. Блаженный Афиафилак. Никто и никогда не прикасался к нему. Вот один параметр, чтобы дать комментарии. Выделить отдельные места. Никогда этого не было за 900 лет. Я впервые это сделал. Мало того, никогда не издавались с иллюстрациями, тем более с раскрашенными, раскраска наша. Никогда этого не было, ну никогда. То есть тут столько параметров, 8 параметров, которых никогда не было ни у кого нигде. Они у меня все оригинальные. Видите как. Вот я сейчас покажу еще книги, которые не то что оригинальные, а они не имеют аналога. Вот к истинному православию книга. Я на нее потратил 40 лет, собирая материалы. В предисловии об этом говорится. История такая, что надо было когда издавать, там отдельно у меня 14 материалов ходили, листками я издавал их, к университетской газете. То пришли старообрядцы на занятия и говорят, а почему не книга? Я ничего этого не знал. Ну а когда вот это издал, самому пришлось тут все заниматься. Иверской. Бог дал хороших корректоров несколько. Тут Марина Дыбунова, Кубайкина Галина. Самые лучшие корректоры Алтайской правды, Рубцова и Антонова. У меня есть такая книга. Труднее всего она мне далась. Называется «Симфония на неканонические книги». Ну, порядка 5 раз пришлось переделывать. Я сначала делал вручную, а потом компьютерные разные версии. Это он у нас дьяконом был, Загуляев Александр Сергеевич. Вот он помог это. И вот теперь она вышла по Вернигородской. Я могу доказать очень легко, что это лучшая в мире симфония. И самая полная. Абсолютно по... Все глаголы сведены в один глагол. Все существительные в одно именительном падеже. Вот надо просто увидеть. Смешно сказать, но одно время у меня было, кажется, 20 или 18 корректоров. И так они не смогли с ней поправиться. Мне пришлось самому ее заканчивать. Видите, какие. Вот это симфония на неканонические книги. И потом я составил симфонию на жития святых. Это тоже впервые в мире. Никогда ее не было. Это 12 томов, 1173 биографии. По одному из событий из жизни какого-то святого можно определить, кто, где, когда. Да, допустим, казнь. Какой святой. Ну ты во время усещен мечом. Казнь. Просто казнь. На имя казни. Еще какой есть камень. Ты знаешь, где-то был такой демон ударил камнем человека. Ну где? Камень открывает. И все-все камни. Там на камне стоял. На камне спасался. На камне молился. И наконец ты находишь. Ага. А верки. Ну а одно событие из жизни святого припомни. И ты найдешь. Дальше биография его раскрывается. Тоже этого не было. Я и не знал, что это я сделаю. Она нужна была. И я ее сделал. И что интересно, эта симфония, она была издана по благословению двух епископов. Епископа РПЦЗ Евтихия и епископа Московской Патриархии Максима, который сейчас здесь. Вот и как. Тот и другой благословили ее. Ну это для православных проповедников. И сам сектантам, еретикам она не нужна. Ну а первое издал я когда. Это у меня была вот эта книга. Церковь. Свобода. Тюрьма. Мои стихи. Большинство из них были в тюрьме написаны. У меня особенно за последние где-то, кажется, чуть ли не 6 лет было написано 3100 стихотворений. Один год, вот, каждое стихотворение это 9 куплетов. 9. Все с глубоким смыслом это все понимают. И за год написано было 500, кажется, 25 стихотворений. А остальные годы по 400 с лишним. Они сами прямо плывут. Вот я глянул флаг, а флаги у меня не сделаны на часы. На часы. И прямо выстроено. Я другой раз стихотворения, ну, пока рука пишет, вот 9 куплетов, они написаны. Дальше я заново читаю, я как будто первый раз ее вижу. Спрашивает, а что это такое? Не знаю. Вот лежат сумки на столе, скамейка, пол, туча, за водой пошел, человек радио заговорил. Последнее известие. У меня мгновенно и выстраивается политическое стихотворение. Вся история этого возникновения. Глянул на иконы. У меня про икону. Голову только повернул. Ага, к вещам не прикасать. А у меня сразу о вещах стихотворение. И буквально все, что было, кому известно, все об этом будет сказано. Никола сейчас творит. Значит, ну, о Христе, о Богородице, о Кресте, их много. Но они, так это, о Пасхе, о Праздниках, они все выстраданы были. Почему я этим жил? Вот жития я насчитал, и люди спрашивают, как же так считали? Я, говорит, забыл, что я дома нахожусь и работать забыл. Мэр города взял, читал у меня тут книгу и мою. Я, говорит, на работу чуть не проспал. В три часа так, говорит, закончил. Как так? Я, говорю, я считаю жития святых. У меня воображение, как у Виктории Гуго. Он, когда писал битвы Переварта Орла, он даже слышал ржание коней, запах пороха. Виктории Гуго. Я не слышал. Я воображал, и я вживался в этот образ. Я вместе с ними сгорал. Меня казнят, и я представляю, как голову мне режут, как запах крови. У меня очень сильно развито это воображение. Я людям всем говорю, ты ничего не сделаешь, если у тебя нет воображения. Воображения нет, ничего нет. Что-то я не пойму, где-то перетянул. Третья, четвертая. Пусть вот маленько перетянули книги. Какая-то здесь должна быть шестая, седьмая. Вот. Ну, Бог вот это дал. Я думал, что десятую часть, десятину Богу отдам. А сейчас получается так. Каждый год я отдаю бесплатно девять десятых. Девяносто процентов книг я раздаю бесплатно. Это библиотекам, бедным священникам, нуждающимся. То есть это абсолютно не коммерческое издание. Я в долгах, как в шалках. Их даже сосчитать нельзя. Но кто мне давал деньги, под таким условием. Если будут деньги, я дам. А если не будут, я умру. Они не будут считать деньгами. Ну, так. Конечно, мне хорошо, что они меня не трепут. Даже вот машину покупали нынче. Для благовестия нужна машина. Это семьсот тысяч почти. Ни одной копейки нету. У меня в течение одного дня деньги появились и машину купили. Теперь, если соберут, вот одну треть только собрали. А остальное опять на меня падает. Я не то, что в долгах. Ну, я никакой. Я не свой. И я не понимаю этого, что это долги. То есть, ну, любой скажет, это авантюрист какой-то. Это, ну, что, провоцирую людей на какие-то деньги, сборы. Как угодно рассуждаю. Я скажу, что все правы. Кто так будет думать и называть. Просто это так и есть. Я еще раз посмотрю. Тридцать третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ага. Одиннадцатый куда-то делся, Том. Так. Я желтый показывал. Где он? Вот он где. Вот он где. Одиннадцатый Том. Положим сюда. Вот теперь все на месте. Вот. Если Господь позволит и благословить, нынче будем на Благовестие. Думаю, зацепим Алтайский край, Новосибирскую область, Кемеровскую и Красноярскую. Будем уезжать по неделе или по две недели. Я уже думаю, как это холодно, как ночевать где-то придется. Бывает там змеи, комары. Как это все обдумать? Ну, не знаю. Прям голова пухнет. Как говорится, вша заела. Я не знаю как. Как готовить пищу. Как мы в село... Я сделал предложение патриархии, чтобы они... Ну, раз они говорят, что надо контакт делать нам с ними. Я говорю, давайте с вашей стороны пусть будут люди. Сколько там? На своей машине, на наше... Село любое мы рубим пополам. Кажется, с моей стороны. И... Людей собираем в клуб на 15.00. Конечно, с администрацией у нас везде договоры. Везде хорошо принимают. Везде, где нет священников. Если есть священники, они лютуют в милицию и вызывают. И... Ужас, что делают священники. Книги... Трехтомник. Это сжигают. Евангелие рвут. И... Ну, как бешеные псы. Я патриарху об этом написал. Как вы отвечать на суде будете? Это ваши подопечные. И вот, когда я говорю, мы выступим, вы выступаете 20 минут. Я. Мы зовем людей только ко Христу. Но в конце люди спрашивают, куда? Мы их не поведем никуда. Скажем, покажем на православные храмы московской патриархии. И тут мы... Вот здесь мы полностью слажены. А остальное... Ну, питайтесь отдельно. Одевайтесь отдельно. Но вставать одновременно всем 4-40. На утреннее правило. На 100 поклонов. Вещь, чем то, когда хочет ложиться. То есть, наши правила принят, что все были с бородами. И с поясами. У нас пояс положено. Это наши правила. Если не соглашаются, значит, мы их не примем. У них опыта никакого нет. А у нас опыт... Вот у меня 50 лет опыта. 50 лет. Это не дней. Я знаю, с каким типом людей как разговаривать. Как по нескольким словам человека вычислить. А кто он такой? Я не спрашиваю. А кто ты? Баптист, православный. Я никогда не спрашиваю. Я начинаю беседовать. И мгновенно я все меньше и меньше вариантов оставляю. И уже минут через 5 примерно я уже знаю, кто он. Ну, редко-редко, когда бывает, что приходится... Бывают они там похожие друг на друга. Новые секты. Их даже не разберешь. Благословенные какие-то. Новая жизнь. Или там молитвенники у Бога. То есть они как грибы плодятся. Я их уже не знаю кто. Раньше были баптисты. Ну и баптисты все. Они серьезные такие были. У меня такие отношения были хорошие. Я всегда говорил, если бы было у них священство, я бы баптистом был. Насколько у них все правильно. Они почти все взяли у православных учения. Святой Троицы. Но... Ну, я говорил об этом. Если бы был патриархом, я бы тысячу баптистских проповедников поставил в училище. Взяв с них расписку, что никогда не будут трогать догматику православную. Она у них почти... Иконы не будут называть идолами. Божьей Матери. Ну, то есть ничего православного такого не трогать. Не учить, чтобы иконы были кланяться, но не трогать. Просто не трогать. И я когда беседовал с баптистами, они все согласны. Ну, я пока не патриарх, не знаю почему. Все никак. Не решаться. Ждут, когда патриарх откуда-то упадет. Я ему... Тут у меня есть один ответ такой. К вечеру я говорю, они бы меня уже убили. Но я бы сначала нашел место, куда спрятаться. От церковной мафии. Это самая страшная мафия. Бессовестная. Никогда не отвечает. Нигде ничего нет. И выслеживают. И на любую подлость идут. Ну, как вот люди, которые ваххабиты. Им разве нет себя подорвать. Православные ваххабиты нисколько не лучше. Вот. Пусть они напишут хотя одну книгу. Ответят. Вот они сейчас добиваются, чтобы... Цензура на мои книги. Цензура на мои книги. Благословение. Я говорю, я 50 лет проповедую. Мне ваше благословение было не нужно. 50 лет меня проклинали. А теперь давайте мы вас будем благословлять. А я и в этом не нуждаюсь. А цензура? Какая цензура? Вы цензоры будете. Вы, чтобы быть цензорами, должны знать не меньше меня. Александр Третьего спросили, когда говорят, а почему вы не советуетесь с этими людьми? Вот министр говорит, а чего советуются? Они меньше меня знают. Я имею полное право сказать так. Меня не могут судить. Последний раз в епархии была у нас беседа, встреча со священниками. Рабочая комиссия по объединению, как называют они. А я говорю, по познанию Бога. Ну, в этой комиссии я об этом говорил. Как они это дело воспримут. Выход полный абсолютно. Должен быть из самого себя, от своего я. А полное отречение. Ну и прочее. И они просто дивятся. Как вот, книги надо проверять. Я говорю, давайте, самых ярых моих врагов находите. Которые читали книги, которые знают. И выстроите их в ряд. Я один предстану перед ними. Но, чтобы они могли ответить и на мои вопросы. Тут вопрос стоял как-то одно время. Вот совершает так называемое хлебопреломление. Литургию на квасном хлебе. А католики на пресном. Кто прав? Католики правы. Так вы еще католики. Зачем я католик? Я не католик. Но по смыслу я католик. То есть я принадлежу Вселенской Церкви. И вот начинает какой-то еще вопрос задавать. А как доказать вот это, что правоту нашу? Никак не доказать. Мы не правы. Но это не смертельно, что у нас есть. Христос, говорит, совершил Пасху, были дни опресток. А что еще доказывать? Спроси евреев, что такое опресток, если ты не веришь в Библии. Поэтому я не против цензуры, но уже книги изданы. А они уже нашли свою ячейку. Ниша для них была Богом приготовлена. Не мною. За этими книгами приезжали очень далеко. Помни комплект библиотека Сан-Франциско. Ну я расскажу там Австралия, в Израиле, где там еще кому рассылали. И книги эти не будут пользоваться сногсшибательным успехом, как Гарри Поттер. Никогда. Почему? Потому что они на узком пути. А на узкий путь и вход люди не стремятся. Здесь говорится отречься от самого себя. Кому это угодно? Ну. Мы говорим о целомудрии, о чистоте в жизни, чистоте помыслов. Люди понятия этого не имеют. Тут на каждом... Вот каждой книге вот здесь вот, в моей. Я привожу примерно, выйдя стихами, цитирую. Это примерно три тысячи мест Священного Писания. Иногда одно место это... Вот они. Они как выделены. Жирным и курсивом. Видишь как? В каждом томе. Три тысячи раз я открываю Библию. Без Библии у меня ни одного шага нигде нету. Видите, каким курсивом вопрос задан. Каким ответ дальше. Видите, сколько шрифтов разных. Что-то выделено. И очень много поэзии. Очень много. Это двести с лишним поэтов. Ну, я их всех знал. Всех знал. Я наизусть знал столько стихов, что однажды где-то я рассказывал. Я сейчас не могу ошибиться. Там, ну, где-то порядка шесть часов. Это на память только я рассказывал поэмы и все. И поэтому, ну, состязаться надо хоть маленько. Я говорю, ты выходишь, примерься. Да зачем это тебе нужно-то? Ты, если против того, что здесь написано, я заранее скажу, что ты против самого себя идешь. Я своего не искал. Это первое. Второе. Я нигде догматику не трогал. Ну, и третье. Я вложился все здесь. Что у меня было. Выше этого, что здесь сказано, я ответить не могу. Лучше стихи написать я не могу. Это потолок. То есть мне не дано. Я не поэт. Один кто-то назвал меня поэтом там, каким-то там не сравненно. Это глупости. Я печник. Всю жизнь работал печником. Сорок лет печи ложил. Сторожем был. А это, ну, как говорят, Бог дал. Не от того, что там от скуки на все руки. Вот. Однажды я выбирал вот этот. Какой сделать свет. А которая у меня была посредником-то. Я гляжу, а у нее ногти таким накрашены. Я говорю, вот таким светом нужно. Надежда Ивановна-то. Она раз, у нее там разное пришитый материал какой. Она достала. Ага, вот такой вот. Вот. Мне хотелось вот это вот сделать таким вот, как вокруг икон нимбы. Видишь, какой свет он у нее. Блестящий где-то. Я уже показываю. Сам свет уже говорит, ну, о том, что там есть. Тоже здесь заложено. Примерно. Примерно, конечно. Вот. Резко выделяется это вот мусульманство. Вот евреи. К евреям эти золотом, как. Это нация, обладающая определенными запасами. Вот. Людям это дается. Не принимают. Ну, я никого не убеждаю. У меня не принято спорить. Я никогда не спорю. Я просто, ну, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. Я сказал. Ну, я вам возражаю. Ну, это ваше дело уже. Я уже ответил. Больше нет. Я вернусь опять к этому. Я как-то был в краевой больнице. Я в больнице редко бываю. Но тут иногда бывает так. У меня позвонок три грыжи. Я всю жизнь на стройке работал. И защемило. И меня на коляске, на каталке катали. И там услышал один профессор. Он обо мне уже слышал. Какой-то. И его Виктор Андреевич, наш врач там работает. Его привел познакомиться. Я стал с ним беседовать. Он, а что вы цитируете Библию-то? Я ее сам могу прочитать. Опять вопрос задал. Но я ему опять, как это выглядит. Я говорю, так лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. А я-то слышал, вы такой умный человек. Я говорю, ошиблись. А я его сразу узнал. Так вы своими словами можете сказать? Я повторяю. Я вас сразу узнал. А кто я такой? Я говорю, да вы еще к Рейкьеве в раю подходили. Вы хотели ее из рая выбросить. Вы желаете меня сейчас через ограду в Божьих помыслов выбросить? Я на это не пойду. Поэтому я отвечаю, как Господь сказал. Так говорит Господь. Это мой любимый порог Михея и Еремия. Это в моей жизни было тысячи и тысячи раз. Так говорит Господь. Ну и все на этом закончилось. Если Господь говорит, слушает раб твой. Вот в начале мы с книг. Книгами закончились. Так, сейчас посмотрим, что-то я закрыл какой-то. Вот куда надо положить ее. Вот все книги. Сейчас готовимся мы к благовестию. Вот нарезаем вот такие вот. Ну у нас это будем раздавать в каждый дом заходить. Мы даем Евангелие и надписи. Вот как заклеили. Как это не дается. А вот оно какое. Это будет наклеено на Евангелие. Вот приглашение. В библиотеку. Наш сайт. Телефоны. И что в библиотеке будут эти книги. Вот больше ничего мы сделать не можем. Общину мы не образовываем. А дальше мы посылаем в ближайший храм. Если храма нет, чтобы люди обращались к местному епископу Московской Патриархии за благословением построить храм или часовню. Вот. И мы помогаем священникам. Они летуют против нас. Ну бывает такое. Христос, говорит, пришел в свои, мы свои не приняли. Вот сейчас, когда немножко священники начинают разбираться и бесит. Но тогда почему вас гнали? Я говорю, это совершенно нормальное положение. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Если я не ищу славы друг от друга, а славы от единого Бога, я против течения иду. Они меня только закаляют, как старого быка. Говорят, чем больше бьют, тем шкура толще. У меня вроде бы толстую шкуру сделали-то. Вот. Вот чтобы такими буквами сделать... Вот смотри, как красиво сделано. Это пришел художник, к нам пришел. Тут заголовки все такими, а начальные буквы такие. Вот оно как, видишь? Это старообрядческий куц Игорь Анатольевич. Вот он приходил, его ребятишки были в храме. А вот как раз здесь и говорится, что 40 лет я собирал этот материал. Что здесь? И такие материалы, думаю, со времен Иеронима Стридонского, он умер в 490 году, новой эры, после Рождества Христова, книги не появлялись. Да, они критические. Вся Библия критическая. Я на основании Библии показываю, что мы ушли очень и очень далеко. Надо вернуться к истокам. А это возможно только с Библией, с постом и молитвой. Так, я вытасищу. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Пойдем вместе.